В эти рождественские дни во многих церквях, как обычно, вспоминается история Рождества Иисуса Христа. Читаются библейские тексты, рассказывающие эту историю, в том числе часто цитируется и такое местописание. Евангелие от Матфея, первая глава, с 21 по 23 стих. Это то обетование, которое сказал ангел Божий мужу Марии Иосифу об Иисусе. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, и он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Все дева в очреве примет, и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог». Рождение в этот мир Божьего Сына Иисуса Христа ознаменовало то, что сам Бог явился людям и начал пребывать среди людей. Он находится здесь, сейчас, на этой земле. Он с нами. Это действительно прекрасный и славный факт, о котором радовались ангелы. Но вот что меня смущает, дорогие мои. Похоже, многие вообще не понимают, какие последствия за собой несет присутствие святого Бога здесь, на земле, рядом с нами. А потому многие используют эту фразу, совершенно не задумываясь о том, что они говорят, пытаясь извратить ее или повернуть ее в свою сторону. Российские идеологи-пропагандисты научно-исторически давно уже обосновали идею «Мы русские, а значит Бог с нами». Отсюда уверенность в правильности всего, что делает Россия, в том числе и в Украине. Украинцы, в свою очередь, верят, что Бог с ними. А потому и победа, конечно же, будет за ними. Бойцы нацбатальонов тоже верят, что Бог с ними. Между прочим, солдаты гитлеровской Германии тоже шли в бой с девизом на своих армейских ремнях «С нами Бог». Самое удивительное, что все эти люди имеют в виду одного и того же Бога, Иисуса Христа. Речь не идет о вот этих верованиях разных народов, разных каких-то богов. Вроде бы говорится об одном и том же Боге. Но кто тогда из них прав? Возможно, мой ответ некоторым покажется неожиданным, но на самом деле правы все. Потому что после того, как Бог пришел на эту землю в Иисусе Христе, Он действительно пребывает со всеми нами. После пришествия Христа Он теперь здесь, среди людей. Он и с русскими, и с украинцами. Он и с добрыми, и со злыми. Это факт, который невозможно отменить. Но вот какие будут последствия для человека, факта Божьего присутствия рядом с Ним, хорошо ему от этого будет или плохо? Вот здесь не все так однозначно, как людям кажется. И это зависит полностью от нас, от нашего отношения к Богу. Апостол Павел, например, во втором послании к Оримфинам, 2 глава с 15 стиха, пишет такую истину. «Ибо мы, Христово, благоухание Богу, в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный – на смерть, а для других запах живительный – на жизнь. И кто способен к этому? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренне, как от Бога, пред Богом во Христе». Смотрите, благоухание Божие, Божье присутствие, оно и со спасаемым находится, и с погибающим находится, оказывается. Но только одним оно приносит жизнь, а другим приносит смерть. «Кто ты конкретно человек? Что тебе принесет присутствие Божие?» Вот он вопрос. И ответ на этот вопрос дает истина. Поэтому Павел заинтересован, чтобы проповедовать истину так, как она есть. Но сегодня многие исказили эту библейскую истину и сделали себе из Бога какого-то идола, вложив в идею веры в Богу все свои желания и представления о счастье и благополучии. Если ты будешь верить Богу и будешь Ему молиться, значит, будет так, как хочешь ты. Потому что Бог – это тот, кто поможет тебе достичь того, чего ты хочешь и что считаешь правильным. Поэтому так яростно сегодня и тянут Бога на свою сторону. И это типичное идолопоклонство. В послании Римлянам в 11 главе, 22 стих, мы читаем следующее. «Итак видишь благость и строгость Божью, строгость к отпадшим, а благость к тебе, если пребудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен. Ты повинуешься Богу, как господину твоей жизни. Или ты пытаешься верить, что Бог будет подчиняться твоим исповеданиям и твоим молитвам? Вот в чем вопрос. Ищешь ты того, что угодно Богу? Или обольщаешь себя, думая, что это Бог будет угождать тебе, когда ты призовешь Его имя? Мне хочется вспомнить сегодня одну очень показательную историю из Библии. Эта история произошла во времена Гедеона и описана в 6 главе книги Судей. Там ситуация, когда Израиль находился в страшном бедствии. Уже 7 лет он был оккупирован мадионитянами, которые несли Божьему народу смерть, грабежи, насилие. И вот этот Гедеон, он там пытается спасти хотя бы часть своего урожая в Подточилии, и ему является ангел Господень. И вот мы прочитаем Судей 6 глава с 12 стиха. «И явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный». Гедеон сказал ему, Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это бедствие? И где чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадионитян? Ангел Божий приходит и говорит, Господь с тобою. А Гедеон говорит, если бы Бог был с нами, то не приключилось бы с нами такого горя. Итак, кто же прав? Ну, конечно же, мы понимаем, что прав ангел Божий. Он не будет искажать Божью истину. Но в чем проблема Гедеона? Гедеон думает, что проблемы у Израиля возникли, потому что Бога с ними нет. А на самом деле беда-то в их жизни в виде оккупации мадионитян как раз и пришла, потому что Бог был с ними, но они творили зло, и Бог предал их в руки мадионитян. Об этом мы можем четко прочитать в самом первом стихе этой шестой главы книги Судей. «Сыны Израилевы стали опять делать злое перед очами Господа, и предал их Господь в руки мадионитян на семь лет». Оказывается, Бог-то был с Израилем. Бог никуда не делся, потому что Он в завете с Израилем, и в отличие от нас людей, Бог не забывает своих обещаний и всегда исполняет их. Его очи обращены на Израиль, но что Он видит в Израиле? Он видит непослушание, Он видит блудодеяние, Он видит неверность этим заветным отношениям, Он видит идолопоклонство, противление и бунт. И, соответственно, дальше в Суде 6 главе с 8 стиха мы читаем. «Послал Господь пророка к сынам Израилю и сказал им, так говорит Господь Бог Израилев, «Я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтяна, из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их, и сказал вам, «Я Господь Бог ваш, не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете, но вы не послушались голоса моего». И чего вы теперь хотите от Бога? Вот не было бы Бога с вами, тогда на самом деле живите как хотите, делайте, что все хотите. Конец, конечно же, будет погибель и ад, но Бог бы вас не трогал. Но если Бог с вами, и Он любит вас, и Он желает вашего спасения, то это означает, что Он не позволит вам жить так, как вы хотите, как будто бы Бога и Его истины, и Его повелений вообще не существуют для вас. Нас, христиан, Бог вывел из рабства этого мира, простил нам грехи, даровал нам жизнь вечную, дал обетование, что Он передаст нам участие в наследии своего вечного царства, сделает нас своим святым народом. И поэтому сказал, «Не чтите идолов народов, в земле которой вы живете, выйдите из родства своего, и Я буду тебе отцом». А мы, христиане, что? Дело в том, что Бог любит тебя. Он избрал тебя для наследия своего царства. И Он святой, и царство Его святое. Он есть свет, уничтожающий всякую тьму. Почему Бог изгнал Адама в свое время из Эдемского сада? Потому что обиделся, разозлился на него? Да нет, потому что грешный Адам не мог больше находиться в присутствии Божьем, не мог больше иметь счастливую жизнь, тем более вечную жизнь, как грешник в присутствии святого Бога. Почему Каин должен был бежать от лица Божьего? Да потому что Божья любовь смертельна для Каина, сердце которого наполнено ненавистью. Когда Бог сходил на гору Синай для того, чтобы передать скрижали завета Моисея. Помните, вокруг горы было повелено провести черту, чтобы никто не приступал ее. Потому что кто угодно, даже животное, если переступит ее, то умрет. Ибо нет праведного ни одного. Ибо все согрешили и лишены славы Божьей. И Божья праведность просто убьет грешного человека в своем присутствии. И сам Моисей, между прочим, после встречи с Богом, был вынужден покрывать свое лицо покрывалом, потому что даже отражение славы и святости Божьей ослепляло людей, которые окружали его. И вход во святое святых тоже был закрыт для доступа завесой. Это не потому, что Бог прятался от людей. Это была необходимая мера защиты людей от испепеляющей всякую неправду и грех святости Божьей. В Таразаконе 4 глава 23 стиха написано «Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой. Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог ревнитель». А что произошло во времена Нового Завета? Когда Бог явился на этой земле через Иисуса Христа и пребывает теперь на этой земле со всеми нами Духом Своим Святым. Почему Он смог выйти из-за завесы и войти в общение с людьми? Потому что через жертву Иисуса Христа нам дарована праведность Христова, покрывающая нас и защищающая нас от испепеляющего огня Божьей святости. И мы можем теперь общаться с Богом, потому что мы покрыты кровью Христа, и Божья святость нас не убивает. Но это действует только под защитой крови Иисуса Христа, только там, где происходит распятие нашей плоти в послушании и смирении Его воли. А если этого нет? Горе тем, которые сегодня успокаивают себя и других, говоря «Все нормально, Бог с нами». Глупец! Если человек ищет своего, если человек не покорен Богу, тогда тебе надо бежать от Бога куда подальше. Горе тебе быть в присутствии Божьем, потому что Бог здесь с нами, и Его огонь сожжет тебя. Но вот в чем дело. Куда ты от Него убежишь, если Бог вездесущий, и Он с нами, Он на земле, Он везде? Теперь у человека есть только один выход. Примириться с Богом, чтобы не погибнуть, отвергнуть себя, войти в повиновение Ему, как Господу, Богу, Царю, в послушание Его слов. Вот тогда действительно, эта весть, Бог с тобой, будет благой вестью для такого человека. Об этом написано в послании евреям, например. 12 глава, я прочитаю текст с 25 по 29 стих. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, послушав глаголившего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголящего с небес, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова еще раз означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Бог не обещает, что его присутствие на этой земле обеспечит людям счастливую и долгую жизнь на этой земле. Бог обещает, что его присутствие на этой земле потрясет и небо, и землю, чтобы все то неустойчивое, невечное, колеблющееся, что есть сегодня, было устранено, и вместо этого пришло, обещанное Богом, его вечное царство непоколебимое, новое небо и новая земля, на которых обитает правда, где царствует сам Бог. И поэтому апостолы обращаются к нам и говорят, вы, пожалуйста, относитесь к этому серьезно. Это пугающие слова, это пугающая информация, потому что Бог все нечестие и всю неправду будет испепелять. Вот что означает его присутствие здесь рядом с нами. И особенно в опасном положении, в этой связи, находятся те, кто сегодня как раз называют себя христианами, но используют это звание для того, чтобы манипулировать именем Господа в собственных каких-то государственных, общественных, национальных интересах, чтобы подделывать истину под свое понимание правды. В том же послании евреям в 10 главе с 26 по 31 стих написаны очень серьезные обещания Божьи. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожирать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тегчайшему думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божий и не почитает за святыню кровь Завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал «У меня отмщение, и я воздам», говорит Господь. И еще «Господь будет судить народ свой». Страшно впасть. «В руки Бога живого». И это сказал любящий Бог, потому что его любовь как раз состоит в том, чтобы уничтожить всякую неправду, всякое нечестие и всякий грех, который разделил человека с Богом. И Бог пришел сюда через Иисуса Христа. Это действительно славные и прекрасные времена, в которые мы живем. Когда Бог здесь, Он рядом с нами. И это означает, что всем людям, а особенно тем, кто считает себя Его народом, кто стал так близок к Богу через веру в Иисуса Христа, нужно начать очень серьезно относиться к последствиям этого факта. Бог здесь, Он рядом с тобой, Он видит тебя, Он везде, от Него не скроешься. Серьезно относиться, это значит научиться от Него, прежде всего, в соответствии с Его словом. Как же теперь нам жить на этой земле в таком близком присутствии святого Бога? Бояться Его? Бегать и прятаться от Него, как это делали Адам и Ева? Нет. Во-первых, это не поможет. А во-вторых, у Бога совсем другая цель. А вот бодрствовать и следить, чтобы не остаться без Его благодати, без праведности Христовой, которая покрывает нас от действия Божьего огня. Вот это жизненно важно. Важно сегодня познавать Его волю, чтобы отказываться от всякого своеволия и исполнять Его волю, покоряться ей с радостью, зная, что Его воля благая, угодная и совершенная. Важно сегодня научиться распинать свою плоть со всеми страстями, похотями, амбициями, представлениями о праведности, желаниями, мечтами и планами. А для этого нужно не упразднить в своей жизни действия Креста Христова. Важно отделить себя от этого мира и не быть участником Его дел тьмы, чтобы сохранить дарованное нам участие в наследии Божьем. Потому что этот мир еще более будет трястись от Божьего присутствия, а конец этого, сожжения этого мира. Но грядет Царство Божье. И тогда мы твердо будем знать, что присутствие Бога с нами принесет нам только мир, праведность и радость от Духа Святого. А финалом такого смирения и послушания будет прекрасная, потрясающая, вечная жизнь в Царстве Его вечной любви. Такую жизнь даровал нам Господь Иисус Христос. Такой жизнью повелел нам жить наш Спаситель, Рождество которого мы отмечаем каждый год. Научиться соблюдать все Его повеления, ибо Он с нами. Это Его слова записанные в самом конце Евангелия от Матфея, 28 глава с 18 по 20 стих. И приблизившись Иисус сказал им, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле, и так идите научите народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И вот Я с вами во все дни до скончания века». Аминь. Субтитры Субтитры